Здравствуйте! Меня зовут Сергей Щебляков и вы смотрите видео-версию проекта life14.ru. Сегодня к нам в студию пришел первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Дмитриевич Садовников. Здравствуйте! Спасибо, что дили нам ваше время. Этим летом по улице Лонгинова прошла череда пожаров, в результате которой люди остались без жилья и даже есть двое погибших. Сами погорельцы считают, что это были поджоги. А как вы считаете? Ну, давайте, добрый день. Начну с того, что действительно, первый пожар, который произошел, это было в начале августа. К сожалению, там погибли люди и пострадало имущество других граждан. При этом, когда встреча была, версия поджога, она стояла первостепенно. И сейчас, в свете гибели людей, Следственный комитет по городу Якутску Российской Федерации занимается расследованием данного отдела. При этом, когда мы встречались с жителями, я конкретно как зам, который курирует вопрос по чрезвычайным ситуациям, по просьбе руководителя управы, тоже приезжал и встречался с жителями. Это было, по-моему, 8 августа. Ну, конечно, буквально свежи были раны и люди были, конечно же, возмущены и требовали внимания. При встрече, конечно, вылилось до кучи разных проблем. Я в свое время, еще в 16-м году, будучи исполняющим обязанности главы, подписал распоряжение о выставлении данного квартала под застройку. И при встрече с жителями, да, вот как бы это предисловие, при встрече с жителями я допустил лично сам досадную ошибку. Дело в том, что я когда ехал, я созванивался с заместителем руководителя департамента градостроительной политики, ну и где я узнал, что у нас торги не состоялись, да. Ну, в целом, здесь мы не поняли друг друга. Дело в том, что я, получается, он ответил на текущий год, на 17-й год, когда этот квартал был отторгован в 16-м году. И мы здесь, конечно, тут, ну, получается, допустили досадную ошибку, то, что здесь нету застройщика. При этом позже выяснилось, что есть застройщик, и, конечно, версия того, что застройщик поджигает, оно, ну, конечно, это, я могу сказать, может быть, да, одновременно. Это вряд ли, потому что, в любом случае, бремя расселения при любом исходе, да, расселили мы это за счет бюджета или за счет его средств, он должен все равно возместить эти затраты. Ну, да, вот вы сказали, сумма, да, около 5 миллионов, там, 4 миллиона, 950 тысяч, по-моему. Нет, 4 миллиона с лишним. Да. А почему такая маленькая сумма, как вы считаете? Просто целый квартал, это же стоимость небольшой квартиры в центре. Абсолютно согласен, да, но в целом застройку квартала он купил за 4 миллиона, ну, сто с лишним тысяч рублей. Это, я считаю, что для застройки квартала, в целом, для коммерческого проекта, ну, я считаю, что это он не очень дорого купил, да. Другое дело, конечно, сейчас рынок жилья, в целом строительство уже заметно замедлилось, да, заметно замедлилось. Между тем, все равно человек, вернее, предприятие, которое выиграло данный конкурс, он подписался, подписал договор, где имеет обязательства по расселению, по застройке данного квартала. И все, конечно же, сидит на его плечи, и в данном случае, и в целом, это должно в будущем до 20, как бы не, опять не ошибиться, да, до 23 года, по-моему, он должен решить эту застройку данного квартала. Директор стройинжиниринга Иван Тимофеев сказал, что не будет застраивать этот квартал, а будет перепродавать по кускам эту землю. Это не будет нарушение? Нет, это и есть нарушение, такого не должно быть. То есть, если он будет продавать, то можно будет его продавать? Законодательством, законодательством и конкурсом выиграл стройинженер, и разрешение на строительство, по-моему, должно даваться той конторе, которую она выиграла. Ну, вот хотелось бы вернуться к застройщику. Вы неоднократно исполняли обязанности главы, да? И вот этот застройщик не объявился же сегодня, вот в том году он уже был, или как, откуда он взялся вообще? Что это застройщик? Я бы, например, вот, тем более, что в бюджет города при торгах было внесено такие средства, да, скажем так, да, о чем выше бы отнимали 4 миллиона, я бы, наверное, отменил бы этот конкурс, да, был бы я, но это... При этом, ну, конкурс состоялся, состоялся, и при этом на сегодняшний день застройщик пока не нарушил никаких пунктов, все идет согласно, ну, оговоренной, скажем так, оговоренной дорожной карты. Ну, вот на одной из встреч вы выдавали гарантийные письма погорельцам, и до какого срока эти гарантийные письма? Когда погорельцы получат свое жилье? Погорельцы должны получить свое жилье, по-моему, в декабре следующего года. До декабря следующего года, да, через год должны получить жилье. Это жилье будет от застройщиков? Или компенсацию, компенсацию деньгами, которую они должны оговорить, то есть при получении, скажем, сертификата, либо при подписании тех или иных обязательств между собой. В данном случае, по указанию нашего главы города Якутска, Син Сергеевича Николаевна, мы пошли таким путем, что мы должны возместить расходы, во-первых, тем людям, которые потеряли кровь, и в той половине дома, которая осталась. Мы дом должны признавать в целом, а не так, в располовине, и на что жители были согласны. И сегодня мы таким путем идем, и раз мы это сказали, мы обязаны это выполнить. Угу, хорошо. Ну, спасибо большое. Может, будут какие-то пожелания жильцам? Ну, я, во-первых, хочу через вас перенести извинения, да, то, что вот мы, как говорится, будучи, встретившись, допустили ошибку. Я, по крайней мере, я не хочу абсолютно ссылаться на тех товарищей, которые неправильно поняли меня. В целом, я лично несу ответственность, то, что сказал абсолютно здесь ни глава управы, ни заместитель, руководитель департамента градостроительной политики, они не виноваты. Ну, слова, короче, высказаны, это были мои слова. Слово не воробей, оно вылетело, и я повторюсь, я готов нести по всей строгости закон, наказание, то, что было допущено. Спасибо большое.